Рекордный улов цены на икру снизил небывалый урожай лососевых. В 2018 году вылов рыбы в России впервые с 1992 года превысит 5 миллионов тонн. Такой прогноз сделал на встрече с президентом Владимиром Путиным руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шостаков. Значительный вклад в этот показатель внес рекорд по вылову лососевых 676 тысяч тонн. По словам главы Росрыболовства, это уже привело к снижению оптовых цен на красную икру в два раза. Илья Шостаков предложил создать рыбную биржу, чтобы реализовывать продукцию через российскую аукционную площадку. Объем запланированных инвестиций в отрасли составляет 132 миллиарда рублей. В начале встречи глава Росрыболовства Илья Шостаков доложил о предварительных итогах 2018 года. Рост объема вылого рыбы на сегодняшний день составляет почти 6%. Российские рыбаки поставили рекорд, государство продолжит поддержку производства аквакультуры. В этом году мы преодолеем планку. Мы уверены в этом, в 5 миллионах тонн. Последний раз 5 миллионов тонн мы ловили в 1992 году. Там было 5,6 миллиона тонн. С тех пор такой отметки не добивались. Все это, конечно, благодаря тем мерам поддержки и тем мерам регулирования, которые сейчас есть, сказал руководитель агентства. Основной вклад, конечно, внесла в итоге лососевая Путина 2018 года. Она была необычная, констатировал Владимир Путин. Улов лососевых составил 676 тысяч тонн. Это рекорд за всю историю наблюдений, заявил Илья Шостаков. Красную икру куда дели? Поинтересовался президент. Красная икра в основном горбуши, предназначена для внутреннего потребления, ответил главар Росрыболовства. Он пояснил, что это социально значимый вид рыбы, и цена на нее снизилась. Оптовая в два раза в магазинах чуть поменьше. Но действительно, такой рекордный урожай нам позволил это сделать, сказал Илья Шостаков. Богатый улов рыбы сказался и на пополнении российского бюджета. Так, за 9 месяцев 2018 года поступление налогов от отрасли составило около 34 миллиардов рублей. Это на 10% больше аналогичного показателя прошлого года, подчеркнул глава Федерального агентства. Корзина, полная кефали в потребительский набор россиян добавит больше рыбы. Рост зафиксирован и в сфере аквакультуры. За 9 месяцев этого года повышение объемов производства товарной рыбы составил 6%, рассказал Илья Шостаков. По его словам, Федеральное агентство увеличивает количество участков, предоставленных в пользование для ее разведения. Активно развивается и выращивание устриц и мидий в Крыму и Приморском крае. В России необходимо создать собственную рыбную биржу, полагает руководитель Росрыболовства. Сейчас. Вы знаете, еще один крупный логистический проект на мысе на зиму планируется, что будет развиваться, и там у нас большие перспективы с точки зрения организации рыбной биржи. Потому что сейчас вся наиболее востребованная рыбная продукция продается на азиатских аукционах. Мы хотим перевести именно под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку. Но для этого действительно необходимо создание соответствующей инфраструктуры, поделился планами Илья Шостаков. Руководитель Росрыболовства также рассказал о планах по развитию отрасли в 2019 году, готовится спуск на воду шести судов. Всего же по инвестиционной программе будут построены 33 рыбопромысловых судна и 22 береговых завода. По словам Ильи Шостакова, общий масштаб вложений составит 132 миллиарда рублей.